всем привет с вами канал как стать хорошим программистом и в этом выпуске мы решим классическую задачу как поменять местами значения двух переменных предлагаю вам поставить это видео на паузу и попытаться составить блок схему и решить эту задачу самостоятельно затем сравнить результаты с тем решением которые предлагаю я установка задача следующая у нас есть две переменные а и b необходимо поменять значение переменных местами например если а было равно 3 б равно 5 должно получиться наоборот а равно 5 б равно 3 вариант решения 1 мы можем сделать это при помощи дополнительной переменной вот блок схема решения то есть мы вводим значение переменных а и b далее при помощи дополнительной переменной цель который мы будем использовать в качестве буфера мы меняем значение местами посмотрим пример допустим а равно 5 б равно трем в данном этапе мы вводим новую переменную цель присваиваем ей значение переменной а то есть c у нас будет равняться пяти далее мы переменные а присваиваем значение b то есть а будет равняться трем и последним этапом мы переменной b присваиваем значение буфера то есть переменной c в итоге b равно 5 как мы видим на выходе мы получили то что и хотели то есть а теперь у нас равно 3 б равно 5 рассмотрим второй вариант здесь задача немножко усложняется и появляется дополнительные условия что мы не должны использовать дополнительную переменная рассмотрим вариант решения на блок схеме видно что мы также вводим переменные а и б и далее математическим путем высчитываем сумму этих переменных а плюс б и записываем ее переменную а далее делаем такой трюк б присваиваем а минус б и а присваиваем тоже а минус б давайте рассмотрим на примере возможно выглядит немножко сумбурно то есть изначально мы ввели а равно 5 б равно трем и начинаем работать с этими данными переменной а мы присваиваем значение а плюс б то есть 5 плюс 3 получается 8 далее переменной б мы присваиваем значение разности а минус б а на предыдущем шаге мы присвоили значение 8 б у нас изначально равно трем то есть б теперь у нас равно 8 минус 3 равно 5 далее мы тоже самое проделываем из переменной а из суммы 8 мы отнимаем текущее значение переменной б который на предыдущем шаге мы присвоили 5 в результате разности и получаем что 8 минус 5 равно 3 в итоге мы также получаем наш результат то есть а у нас на выходе равно 3 б равно 5 к вышесказанному хочу добавить что такие задачи сугубо теоретически на практике когда вы будете решать и писать свои программы такие задачи вряд ли вам попадутся потому что во первых менять значение двух переменных как правило бессмысленно а во вторых что касается второго подхода то он имеет недостаток который в принципе делает его не жизнеспособным то есть на примере если мы используем целочисленные значения то как правило у целочисленных значений есть свои жесткие ограничения на примере классического типа интеджер у которого диапазон значений может быть от минус 32 768 до 32 тысяч 767 и значение этих переменных не могут выходить с данного диапазона то если на вход мы подадим корректные значения то есть а равно примеру 30000 b равно 3000 такие значения которые в сумме будут превышать верхний диапазон допустимых значений то есть 32 767 то мы получим ошибку в данном случае а плюс б равно 33000 а это больше чем 32 767 то есть мы не можем положить это значение на первом шаге нашего алгоритма переменную а потому что в зависимости от того языка программирования который вы используете здесь либо будет выброшено исключение либо произойдет переполнение переменных и переменная примет неверное значение то есть в итоге вы получите некорректно работающую программу поэтому нужно иметь ввиду что такие задачи даются на первом курсе программирования только для того чтобы развить мышление программиста научить его составлять блок-схемы на простейших таких задачах и развивать свое логическое мышление я надеюсь вам понравился этот выпуск большое спасибо за внимание подписывайтесь на наш канал будет очень много интересного видео всех с наступающим новым годом пока